Часто бывает задают вопрос, некоторые наши братья из стран Азии, у тебя красивый кыраат, они хотят сказать. То есть, тем самым хотят сказать, красивый читаешь Кур'ан. Хотя кыраат и макамат это разные вещи. Разница между ними, как между небесами и землей. Кыраат это вообще отдельная наука. Есть семь кыраатов, мы так вкратце возьмем, семь кыраатов, которые имам Шатаби взял, их описал, взял вместе в своей манзуме Шатаби, в книге Шатаби, где 1173 куплета касательно этих семи кыраатов. И имам Ибн Джазари в своей книге Дурра еще добавил три кыраата, как говорится, три кыраата дополнительные. То есть, 10 кыраатов взял вместе. То есть, чтобы не углубляться, просто возьмем, упомянем, какие есть не макаматы, то, что мы сейчас будем говорить, а кырааты. Это кырааты Абдуллах ибн Амира, кырааты Ибн Кафира, Мекки, который был Мекки, кырааты Асим, Аль-Куфи. Как раз мы в России, в Саудовской Аравии, на территории Турции, вот в этих странах читается кыраатом Асимом. Кыраатом Асимом. Есть кыраа Абу Амр Аль-Басри, кыраату Хамза Аль-Куфи, кыраату Аль-Нафи Аль-Мадани, который был в Медине. И кыраа Аль-Касаи Аль-Куфи. Эти кырааты в двух словах, чтобы сказать вам. То есть каждый Аллах, Аллах, Субханава Таалья, не спосылал Куран для того, чтобы было легко его повторять, легко его было читать. Как Аллах, Субханава Таалья, в Куране сказал. Мы сделали Куран легкий. Мы сделали Куран легким для повторения, для чтения. Поэтому были Кабаиль, жили кланы, тейпы во время пророка Мухаммада, саллаху алейхим салям. У каждого тейпа, клана, было свое наречие. И Аллах, Субханава Таалья, не спосылал на 7 видов кыраатов. Как сказал пророк Мухаммад, саллаху алейхим салям. Поясни, этот Куран не спосылал на 7 букв, 7 кыраатов. То есть, если вам сказать так вкратце, один кыраат, это как будто ты заново Куран полностью наизусть учишь. Второй кыраат, так же заново ты учишь Куран наизусть. А макамат, это стилистика чтения, это мелодичность чтения. Основные их, райисия, тоже 7. Есть такое слово, суни'а бисахар. Каждая буковка отвечает за отдельный макам. То есть, если вы помните, брали, когда уроки с шейхом Мустафой по таджвиду, были некие такие слова, чтобы запомнить правила. Например, каат баджад, калькалада, буквы кафта баджимдал. Слово каат баджад дает нам, облегчает нам запомнить вот эти буковки, правила калькалада. Так же и здесь есть суни'а бисахар. Сад, буква сад, это означает макам саба. Это 7 основных. Но мы еще возьмем, есть основные макамы и есть второстепенные. То есть, например, два основные цвета. Белый и черный, это основные цвета. Вместе смешать получается серый цвет. Есть также второстепенные макамы, мы возьмем только один. Почему один? Возьмем макам курд. Потому что на сегодняшний день многие молодые братья любят читать таким макамом. Или им нравятся чцы такого макама. Молодые чцы читают таким макамом. Если взять из таких часов, кто читает таким макамом курды. Шейх Абу Бакар Шатри, шейх Мухаммад Аль-Лухидан, шейх Сальман Аль-Утейби. Это макам курд, но он не основной макам.